правильно пусть только держит коринвилку тебе удобно было чтобы удобно было молодец пимпочка мы активно и учим есть с приборами чтобы она сама приучалась к за девочки если вы проходили через то же самое что и мы у вас был вашего ребенка чем был откат и вот вы заново его учили напишите пожалуйста как правильно начинать обучение есть прибора и открения опять так не удобно так вот и будет удобнее нет 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 переверни вилку здесь захожу в такая идиллия карина нарезала фруктов и камиле не разрешает руками брать только ложкой молодец зайка карина только не разрешай чтобы она не зацепила и правильно это делать карина у нас хочет пойти учиться на психолога очень заниматься именно с особенными детками карина тебе нравится с особенными детками заниматься у тебя хорошая практика каме молодец ах жалко у нас банана нету да так бы банан еще нарезать там надо кожуру чистить у нас кожуру так себе пока не буду брать молодец молодец нет руками нельзя пимпочка ну-ка попробуй карин принести знаешь что быстро вилку вилку сейчас позиция принесу сама молодец 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 пимпочка у них вечернее развлечение с каринкой молодец всем доброго и бодрого утра отправила детей в школу за окном такой красивый рассвет прям любуюсь камилочка спит и я решила немножечко почитать пообучаться мне очень понравилась эта вот книга данного автора спасибо огромное моим зрителям которые мне ее посоветовали почитать заказывала на сайте вал берез у нас маленький город очки и такую литературу конечно очень сложно найти поэтому легче заказать онлайн если вы живете в большом городе то я думаю что вы можете купить ее в любом книжном магазине книга мега полезно я читала довольно не скажу что очень много довольно таки много информации да об особенных детках и она какая-то просто вода вы знаете я не знаю там что не для обычных деток пишется информация и ничего такого полезного для таких как моя камила а вот эта книга первых она легко читается например захватывает настолько благодарна своим зрителям за такие полезные советы захватывает и очень много полезной информации девочки я отсюда черпаю я прям ее себе записываю перечитываю потом я конечно здесь ничего не обвожу хотя надо может купить эти текстовыделители так вот выделять чем это все переписывать но когда переписываешь мне кажется запоминаешь больше так что от души вам тоже советую такую книжечку если есть желание пообучаться самой и узнать что-то новое то вот я еще посмотрю о книге данного автора потому что просто очень легко доступно понятно и информативно написано сегодня так мне захотелось кофе со вкусом молока ну и думаю чё себя ограничивать если что-то сильно хочется то надо это делать ну чтобы совесть была у меня чище когда не полезная закусываешь полезным то это получается смесь называется ничего так себе и вот у меня пастила без сахара вкусная полезная ну это такое как бонус да скажем так буду сейчас наслаждаться пить кофе да действительно получает этого релакс все же от чего вы получаете кайф иногда можно после двух дней перерыва сегодня дети идут на один день в школу хорошо расчёсывайся кирюша красавчик просто ты такая модно у нас теперь кирюша лысик помнишь как она к маше мише на день рождения в очках ходила а карельная я говорю а помнишь короче мы в этом лету ездили на море а она на таких несколько часов не на нашли когда маленькая была это ваша миша два годика было когда камелки идут в эту формочку билет это такой прикольный лысик хорошо но хоть сейчас наш снимает они не свыряет отдает в руки да пока помахала вчера вот это хорошо что она раньше же она просто выкидывала сейчас я ее научила в руки отдавать так непривычно на лысого кирюху смотреть все убрали мы в комнате у карины дверь что завтра нам будет андрей устанавливать здесь дверь будет уже лепота в воскресенье начнем иншаллах клеить обои чего ты руха да прям как байкер и повязочки тебе кстати идет задавали мне вопрос сообществе хочу на него ответить задавали ли мы вопрос врачам другим могло ли это все случится из-за препаратов и вообще из-за чего это все могло случиться конечно мы задавали такие вопросы всегда врачам когда у нее все только начиналось мы тогда сделали мрт сделали эго и последующий мы дальше делали эго различные у многих врачей мы были но и вот как бы проследить вот эту динамику да вообще что с ней происходило когда мы сделали в мае мрт последние мы поехали психиатру симферополь она очень долго изучала результаты мрт смотрела ее голову да и она нам сказала сто процентов что это голова здорового ребенка который родился здоровым это у нее уже потом все это пошло я и спросили спросила это вот из-за того чтобы пили она знает что мы пили она промолчал и мне очень часто пишут и не может быть что из-за препарата такое состояние у нее случилось она у вас просто родилась такой и в три года у нее вот это все начало как бы прогрессировать я уже много раз говорила даешь с вами не спорю да что возможно нам было бы особенным ребенком но и меня переубеждать в другом не надо у меня четко мнение о том что да может она была бы особенным ребенком она не была бы такой который у нас стало сейчас понимаете возможно у нее было бы что-то легкое которое не не мешало бы жить полноценной жизнью я сто процентов уверена что препараты усугубили ее вот это состояние меня начали там еще подкалывать вы еще типа напишите что из-за вакцины мы не делали вакцины я не буду брать грех на душу мы сделали коркер с ног упротит не так-то и давно поэтому нет это у нас и не за вакцины я никогда не говорила что у нас это проблема из-за вакцины но из-за того что это состояние вот усугубилась до из-за препаратов это факт и тем более тогда когда нам по результату мрт это подтвердил врач я летом тогда вот снимала видео до вам об этом говорила это факт и пожалуйста не надо утвердительным характере писать что нет 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 она вас родилась такой и вот все примите вот она именно вот такой какой она сейчас какая она сейчас она такой родилась нет нет еще раз повторяюсь да возможно у нее что-то бы там было но это было бы то с чем можно было бы работать хорошо а так как у нас был такой сильнейший откат и он у нас был не но сильно откат был первый раз да и потом потихонечку тоже у нас какие-то были откаты но которым мы благополучно слава богу возвращали потому с уверенностью могу сказать что да препараты спровоцировали и мамочкам хочу сказать что не к двум даже специалистам ходите к трем к четырем а лучше еще к пяти ходите слушайте мнение я не говорю что на тропы нейролептики это плохо да вы знаете что я нейролептики и сама даю но кому-то они идут кому-то они не идут и я не как бы да кому-то они помогают да кому-то не помогают и возможно у нас был изначально неправильно поставленный диагноз и неправильный препарат возможно в большом количестве их нам назначили и я не знаю но то что вот такое у нас это не за препаратов это факт